Субтитры сделал DimaTorzok Принесли мне вот такую вот кнопку, такие кнопки в принципе заказываются на Алиэкспресс без проблем, металлизированные, это лакшери стайл такой, для использования в 3D принтерах конкретно вот эти вот пойдут. Это кнопка с кольцевой подсветкой и пятью контактами. Пересмотрел пять видео, не нашел как ее подключить, потом наконец-то начал гуглить и уже нашел схему как ее подключить, уже подключил, проверил, просто результатом мега доволен. Да, они дорогие, но они надежные и они визуально удовлетворяют ваше эстетическое чувство перфекционизма, потому я себе тоже такие поставил. Это обычная без подсветки, но и без фиксации, то есть она работает на замыкание. Уровень надежности вы можете сравнить по сравнению с этой пластиковой дешевой кнопкой за сколько там, за 30 центов. Эти выходят чуть дороже, эти около одного бакса, а вот эти около двух долларов получаются. Ссылочки я предоставлю под видео на Алиэкспресс, на лучшие цены. Клемники уже сразу идут под отвертку, под зажим. Это просто уровень супер, то есть не надо паять. Вот эти вот пайка нужна, но есть к ним по 30 центов, ну дорого, да, кассеты-переходники, то есть вы на переходник запаиваетесь, либо там зажимы клеммные идут, и вы в эту кассету сразу вставляете кнопку. Значит, давайте разберем схематику. Я сейчас продемонстрирую вам, что здесь вообще нарисовано, вот так вот. То есть контакт плюс, этот контакт, плюс и минус мы находим на кнопке для начала. Вот минус, на противоположной вот плюс. Значит, это питание светодиода чисто для подсветки. То есть мы закидываем сюда наше питание. Вот оно. И находим плюс и минус. Значит, мы закидываем минус сюда. И закидываем вот так. Плюс. Хочу обратить ваше внимание на то, что кнопки есть такие 5 вольт, 12 вольт и 220 вольт. Именно вот это вот у меня попалось на 12 вольт. Спасибо Евгению за то, что они мне попались. Он мне их предоставил. И далее смотрим. У нас есть еще остаются три контакта. А эти три контакта соединены, как в обычном переключателе. То есть центральный. Это у нас общий. И есть у нас C-connect и NC-no-connect. То есть на замыкание и на размыкание. Значит, мы ищем центральный. И от центрального, если нам нужно, допустим, питание два провода, пустить сейчас на нагрузку какую-нибудь. Мы землю, минус, сюда два провода запаиваем. Один к нагрузке, к нашей паяем. А второй от плюса. Плюс сюда тоже запаиваем, питание подводим. Кидаем на центральный контакт. Получается. И, после того, как мы кинули на центральный, следующий плюс от нашей нагрузки, уже выходящий, мы запаиваем на C-connect. То есть при нажатии у нас будет кнопка включаться. При отжатии выключаться, естественно, и включаться будет no-connect. Схематически это выглядит примерно вот так. Минус у нас общий идет на нагрузку. Вот он пошел. Плюс питание мы кидаем перемычку на центральную. И C, это connect, то есть замыкание наше, идет также на нагрузку. Вот и вся схематика. И, господа, чисто от меня такая добавочка, кнопки качественные, можно использовать, они надежные. То есть, чем купить пластику, если это что-то такое примитивное, в принципе, можно поставить обычный пластик и не париться. То есть, сломался, сломалась кнопка, выкинул, поставил новую. А если это что-то надежное, долго работающее и должно приносить визуальную удовольствие, лучше поставить вот такую кнопку, не экономить на этом. Потребление, кстати, той кнопки с подсветкой у нас выходит порядка, где-то, ну, тут мы ничего, конечно, не увидим, порядка 20 мА, 18, наверное, 16-18-20 мА. В общем, спасибо за внимание, покупайте только хорошие запчасти и инструмент. Будьте в теме, пока.